всем привет сегодня мы будем рассматривать поочередности острова судьбы на которых у меня уже все герои прокачано на 12 12 их протестировал прокачала и расскажу вам кого стоит качать кого нет кого на кого в первую очередь нужно тратить кулачки на кого нет а кто будет вообще бесполезной так где вот наша локация ну начнем сайлент hills это один из первых островов которые у нас появились давайте вот так вот сделаем есть пять героев в итоге все равно когда-то рано или поздно если вы не забросите к тому времени вам придется их всех прокачать потому что они дают дополнительно по моему в районе 400 400 500 где-то так силы ну если вы гоните за силой сейчас силу надо гнать потому что на битве деле чем больше у вас будет силы тем больше а чей вы получите соответственно и награда за кулачки будет больше ну давайте рассмотрим героев оборотень синий герой который у нас в гарнизоне как вы знаете и гарнизон у себя слил потому что он бесполезный я всех прохожу без гарнизона и все нормально одержимый тоже на 12 призрачный всадник арташка рыцарь тьмы донатный герой некрас и влад дракула так давайте покажу вам сразу кто новичок для новичков покажем почему есть смысл качать судьбу и можно как ее можно качать и нужно качать ли судьба имеет 40 уровней 40 левелов на каждом левеле у нас добавляется определенный бонус герою каждых вот каждых пять уровней нам нужны там либо синие либо зеленые камни в конце нам нужны еще красные камни плюс повторки героя как бы для перехода на следующий левел на двадцать первом и сороковом то есть после 20 и после 40 как мы прокачиваем у нас появляется плюс два скилла героя то есть мы усиливаем его основной скилл вот как бы это вся суть данной локации то есть для того чтобы прокачать на максимум героя на 12 вам надо иметь сорок тысяч восемьсот очков судьбы как этого добиться ну героем надо прокачивать на вторую эволюцию на максимум плюс скилл плюс просвет и вам принципе хватит даже пять героев без гарнизонного гарнизонные герои много не дают точно так же если их прокачивать они требуют по моему два раза меньше ресурсов то ли два то ли в три раза меньше ресурсов чем вот эти герои теперь побежали покажу вам и героев и посмотрим сразу разницы в скле ну давайте начнем с накраса так вот наш накрас чем судь его 12 скилла по сути на красу хватает десятки 11 12 скилл я вам скажу так это чисто уже по приколу чтобы усилить его атаку его хватаете такого вы тут фактически только усиляете его атаку на 80 процентов то есть немножко больше будет урона фиксированный урон 40 до 44 тысяч это вообще ни о чем плюс от хилл на 7 процентов это тоже мало по сути его если у вас есть накрас на него особо вливать кулаки смысла нет дальше кто у нас там есть рыцарь тьмы уже где-то его пропустил на вот он ртшка у него идет дополнительный бонус вот на десятки 600 урона 4 секунды 7 союзников получают иммун это 5 уровень ожива на 11 скилле у него появляется дополнительный бонус оглушение на 0,6 секунды иммун 7 точно так же то есть ничего не меняется только вырос на 40 процентов урон и добавился ему на двенадцатом на 80 процентов урон от скилла и оглушение 0,8 качать смысла нет этих 0,8 секунды беспонтовая вообще влить в него кучу кулаков смысла нет только единственное если вам опять же нужна сила там бонус сейчас я вам покажу бонус от судьбы вот он есть такой вот бонус вот это все максимум что вы там за 80 лет ну около 90 к кулаков потратите вот это максимум который вы получите из этого да это круто это круто если у вас там топово прокаченные герои вы их еще усиляет и то есть у вас там топовая чары стоят топовые созвездия стоят да тогда вы усиляет его но опять же 90 к кулаков лучше прокачать героев там восьмые таланты им по прокачивать поделать эволюции чем прокачать одного героя такого на 12 12 следующий у нас идет призрачный всадник сейчас я вам покажу их так а потом покажу в действии то есть по тестим немножко вот он призрачный всадник на десятом скиле 460 атаки 6 целей заглушает на 3 секунды призывает тень кулдаун 15 секунд он эффектом снижающим энергию наносит урон равный 460 процентов короче то же самое фигня усиливаем атаку плюс одна цель тень наносит урона больше так принципе в принципе с такого все увеличивается еще дополнительно отхил если не ошибаюсь то есть усиливается тень усиливается этот плюс одна цель тоже абсолютно беспонтовый герой единственная идея его использую из-за того что он дает отхил вот восстанавливая 940 процентов от атаки на гоблинах которые с отражением это в лабиринте из гоблины которые дают отражение то есть там я его только использую все больше нигде следующий герой этого на содержимое это единственный герой который с 1 с 1 этого острова реально толковый реально его надо в него вливать кулаки его использовать можно во многих локациях и его прокачка себя оправдывает сейчас покажу почему особенно если он у вас каменька это даже с любым талантом все равно так где там наши держим и вот он обычная форма 1500 урона плюс 75 процентов атаки кулдаун 15 форме наносит дополнительно 320 атаки атака впереди снимает баф это стандарт что у нас меняется на 11 почему он реально крутой становится он получает больше урона его именно урона получает 75 процентов именно форме плюс 78 тут 75 78 но самое основное он снижает получаемый урон на 10 процентов то есть вот 11 скил уже минус 10 процентов ему дают если он у вас с каменкой это еще плюс 10 процентов на кинти тут у нас демонической форме растет плюс 20 процентов и на 12 плюс 82 15 снижение урона и 360 атаки это единственный герой которого я бы советовал качать с данной локации на красота же можете качать если у вас есть накрас у вас по идее должны быть кулаки на него но реально держим его лучше прокачать так как он вам даст большую пользу в подземках пвп локациях это один из самых топовых героев с этой локации ну и самое прикольное это влад дракула которому поменяли скилл его он изначально на 12 отбирал 25 энергии насколько я помню в этом районе единоразово причем во время исключения скилла теперь на 12 на 4 секунды рой мышей 21 цель восстанавливает себе жизнь это стандарт наносит 240 урона и налаживает эффект страха на 2 секунды у него убрали то ради чего мы его хотели прокачать протестировать я его протестил с разбросиком этим которые у него там типа как встроенный от скилла работал и честно скажу это реально самый говняный наверное добавление потому что тут по сути ничего не изменилось на него смысла даже тратить кулаки нету герой уже не особо актуальный но если у вас есть желание можете его тоже прокачать но все-таки одежимы намного круче так сейчас покажу вам что он делает на десятки на двенадцатки чем разница вот во дракула как видите на десятки 19 целей 200 процентов урона 11 20 целей по сути это фигня 220 урона 21 цель 240 добавили херню убрали как бы его особенность то что он отнимал энергию в итоге ну вообще без понтова его даже качает и промолчали об этом теперь давайте потестим этих героев покажу их немножко в рейде что они вообще могут так тут есть у нас но стрелок нам будет немножко тут мешать поищем расстановку без стрелка это очень сложно как и без фреи скоро будет сложно найти расстановку ну вот что то такое есть давайте отсюда начнем вот арташка я сразу и гримочки поставил не доставлял артефакты не питомцев как видите герой очень хорошо станется сейчас ударит по сути в нем вообще ничего не изменилось вот он еще раз ударил стана я не заметил как видите все слился влад дракула вот 60000 урона там прошло про хранителю все его тоже слили давайте посмотрим на призрачного всадника ему дали сделали скин с лошадкой с цветами это вообще хит сезона но ничего не сделаешь не знаю почему они так рисуют вот его тень пошла ну тут даже не затестишь потому что они особо ничего не дают а вот теперь у нас будет одержимый я попробую так чтобы одержимый на одержимого выбежал если у нас получится вот мы уже в форме как как видите урона у нас немерено и можете посмотреть как его проседает да там ему и по сравнению с его то есть разница была заметна ну и как раз которого можно качать там увеличение немножко урона на топовых уровнях это как бы надо делать ну а так в целом нет я советую только одержимого с этой пачки качать потому что все остальные честно говоря не очень вот единственное это вот кодер такие вот у него статы получаются в районе двадцатки ворон жизни 350 каменка если мы ему еще поставим артефакт медальку поставим ангела для защиты тут уберем поставим давайте по приколу поставим психо щит 5 и сейчас где-то запустим хочется какую-то такую расстановку вот тут вот вроде нормально вот у него сейчас максимальное понижение которое может быть вот его 27000 ударил выражай вот теперь смотрите как видите по нему урон очень маленький проходит он встань и стоит еле-еле сливают вот для него 12 скилл реально приносит пользу давайте тут попробуем противохранителя у него также быстрый набор сон атаки конечно очень большая он практически под стрелком стрелих и хранителя ну и анимашка у него тоже кайфовая вот кого кого а над ним они реально постарались сейчас мы дойдем как раз все на нас выберут или не выберут только купидончик вот как видите урона хватает 250 тысяч пришло и зона атаки большая вот против нас выражай конечно он нам порезал отхил в принципе все что хотел вам показал локация конечно интересная дорогая для того чтобы всех прокачать надо немерено кулаков немерено ресурсов времени прокачки себя не на всех героях оправдывают но без этого никак если вы хотите там чтобы у вас были максимальные герои придется все таки вата вложиться вот поэтому с данной локации я советую качать в первую очередь это только одержимого накрас ну выкинете вы кулаки он будет у вас круче бить но вот этого толку как бы не особо будет а вот одержимый реально нервы может попортить вашим противником ну и вам создаст как бы хорошую компанию для вашей пачки усиление будет реально достойное все пишите комментарии кто кого качал какую какого какой следующий с островой вам показать какие героев подписывайтесь на канал всем пока подписывайтесь на канал всем пока и Субтитры сделал DimaTorzok